Величение темпов жилищного строительства, исполнение госконтрактов в сроке, снижение административных барьеров и эффективное расходование бюджетных средств. Все эти составляющие войдут в новую модель государственного управления в сфере строительства Ненецкого округа. Ее представят 26 марта на Высшем совете при главе региона. Как показал анализ исполнения расходных обязательств, проведенные по поручению Горякошина, суммы ежегодного неосвоения бюджетных средств на строительство социально значимых объектов и жилых домов измеряются сотнями миллионами. Долгострои в нашем округе стали привычным явлением и даже нормой. И чтобы изменить ситуацию в корне, в 2014 году мы приступили к процессу передачи полномочий органов местного совправления в строительной сфере и дорожной деятельности, а также по вопросам земельных и имущественных отношений на более высокий региональный уровень. Это именно те полномочия, которые не обеспечены финансовыми средствами в муниципальных бюджетах, а финансируются исключительно из средств бюджета региона. Таким образом, властям региона удалось создать принципиально новый централизованный подход к строительству. От формирования территории под будущее строительства до сдачи объектов в эксплуатацию, то есть под ключ. Напомню, новая модель госуправления в сфере строительства будет представлена на высшем совете, который состоится уже завтра. Продолжение следует...